Декабрь уже вступил в свои права, но у вас до сих пор не посетило праздничное настроение? Не беда, хороший фильм вам в этом поможет, а на этой неделе их даже два. Итак, для начала рассмотрим русскую зимнюю сказку «Сос Дед Мороз» или «Всё сбудется». Этот Новый год я праздную не с вами, а в славном городе Лас-Вегас. Я собираюсь не только жениться, но и получить премию «Радиолидер Эворд». Нам от папочки ничего не нужно. Мы с тобой на нашей любимой машинке поедем. Ты уверена, что это хороший день? Спокойно! Мама знает, что делает? Ну вот! Главная героиня Света отчаянно хочет, чтобы ее родители помирились. Она верит, что эту мечту обязательно исполни Дед Мороз, только стоит его найти и попросить об этом. Как же, кстати, он встречается с Вете как раз накануне Нового года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений и еще десяток ни в чем не повинных людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми. Как говорил один мой старый приятель, всегда есть формула, при которой будут счастливы все. У нас света пропало. У меня пропала дочь. Если я ее не найду, никакого самолета и свадьбы не будет. В этот чудесный новогодний вечер я выбираю любовь. То есть ты ее хоть пальцем тронул. И поверь, все сбудется. Далее на очереди американская рождественская сказка «Любите куперов». Семейная комедия расскажет, что может случиться, если на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи. Ах, Рождество. О, да! Волшебное время, когда вся семья собирается вместе и благодарит Бога. За то, что такое бывает лишь раз в год. Это Шарлотт Купер. Всех с Рождеством! У нее есть одно простое желание. Мы собираемся вместе всего раз в году. Я хочу, чтобы все запомнили идеальное Рождество. Следующая остановка. Единственный неповторимый Санта. Ура! И армия помощников Санты. Да, но. Ее дочь Элеонор ищет идеального парня. Родители каждый год заверяют меня, что это нормально быть одной. Мы только познакомились, но стань моим парнем на один вечер. Да ни за что. Мои родители будут так счастливы. Надо только выяснить, сколько мы встречаемся. И как тебя зовут? Ее сестра Эмма ищет идеальный подарок. Это недоразумение. Зачем вы взяли в рот камни? Я думала, это леденцы. А ее сын Хэнк наслаждается жизнью одинокого отца. Так, у Мэдисон появилась одна фишка. Пожалуйста, только не смейтесь. Деда с бабулей приехали, поздоровайся. Привет, Мэдисон. Такой же ты козел. Пап, не смей. Эти праздники... Куперы встречают вместе. Радостная пора, Рождество. Счастье расписанию не поддаётся. В полном хаосе. Что бы ни случилось, мы семья. Именно. Только потихоньку, ладно, зая? Я передумала! От продюсера «Привет, семье». Мам, пап, это Джон. Мы обручились. За это стоит выпить. Я алкоголик. Да шучу я. А ты попробуй. Каков шутник? Не могу с собой совладать. А на этом всё. Желаю вам приятного просмотра и удачных выходных. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова